Наследование пола. История прямо эффективная пойдет. У нас в этой даче, как будто разрушил, наследование пола хромосомы. То есть на самом деле пол человека, то есть в момент полотворения, и зависит от того, каких хромосом он в общем тратит. Это не единственная система определения пола. У некоторых рептилий, допустим, там пол будет зависим от внешних условий, от температуры. Очень часто у плантона, у особи, которые разжираются из яйца, зависит от минуты того дня, они там подобные. Но мы сейчас с вами в общем-то хромосомной терминации отберемся. Сначала попробуем принципиальные вопросы. Вообще с мальчишкой, а девчонкой встречаются? Да, да. С тронением тела, так? А это значит, программы надо какие-то разные набивать. Да. Один тип программ для того, чтобы из зигота разжился мальчишка, а другой тип программы, чтобы из зигота разжилась девчонка. Хорошо. Признак вроде один. Пол называется. Двух вариантов. Похожа ли ситуация с геном? Да. Ген. Программа одного признака, вариант ген, как называется? Ножная зависимость. Отлично. Отлично. Можно ли предположить примерно такую же годировочку для пума? Ну, да. Да, отлично. Хорошо. Берем тогда некоторое семейство, которое решил завести детей. Папа, раз он папа, да, то у него наверняка какой признак есть? Мужской или женской? Мужской. Мужской, отлично. Мама, если одна мама. Женская. 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 Допустим, женский признак доминирует над мужским. Ой, генеральный. Кто у них родится? Женщина или девочка? Девочка. А мальчика вообще может родиться? Никак. Никак. Как это такое? Хорошо. Допустим, наоборот, мужской вариант доминирует над женским. Кто тогда у них? Пацан. Пацан. О, а если среднее? Да. А если... А если среднее, тогда совсем просто. Тогда вот как-то соло. Когда ни мышонок, ни лягушка, они ведомых зверок. А может быть, у него А большая, а малая, а у мамы А малая, а малая, например? А большая, а малая. А, один к одному. Вот таким образом. Хороший ход. Хороший ход. Два варианта программы. И деток, вначале должно быть и... Тогда мы получаем... Ну, кстати, молодец, отличный ход. Тогда мы получаем, что один из полов обязательно гетерзибота по этому гену, а второй пол рецессивно гетерзибота. И мы будем получать вероятность расхождения один к одному. Вот. Нормально. В реальность там немножко другая модель, конечно, работает. И нам проще это будет разобрать водка. Пару и хромосомы, как я это уже говорил, не представляют гомологичную пару. Одна из них. Крупная, нормальная, равнопричья хромосомы такая, да? А вторая, небольшая, неравнопричья. И никаких одинаковых генов ни к нему. Здесь одна система гена, здесь другая система гена. То есть гомологичная пара здесь гена не образует. А теперь для нашего расчета предположим, что все, что связано с определением пола, записано только в большой нормальной хромосоме. Вот все работающие программы. А вот этот хромосом вообще будем рассматривать как пустышку. Нет в ней ни одной программы в линейственном состоянии пола. Подчеркиваю, на самом деле это не так. Мы сейчас с вами рассматриваем не более чем формальную модель, которая должна помочь, соответственно, пониманию процесса некоторых волосы. Считаем, что это пустышка. В этом случае, при случайном расхождении хромосома полимитуса, потом при облакотворении, что у нас окажется. Может ли в половую клетку уйти вот такая большая хромосома? Вот это пустышка. Может? Да. Может. Может молодая хромосома? Да. Может. Может. Смотрим, какие возможны варианты преобразования детей. Могут ли встретиться две главные клетки, несущие большую хромосому? Могут. Могут встретиться одна большая, вторая маленькая? Могут. Могут встретиться? Две маленькие. Две маленькие могут. Отлично. Смотрим, думает развиваться. Этот организм может построить свою половую систему? Да. Да. У него программа нет. Этот организм может? Да. Да, программа нет. А этот организм может? Нет. Нет. Вот такого пола не бывает. Такого пола не бывает ни у кого никак. И у вас отсюда, зачем я, собственно, такую вам измененную модель даю, отсюда легко понять, какие хромосомы на самом деле называются х-хромосомы. Так что эти обозначения во школьном учебнике будут. Х-хромосомы – это половые хромосомы, которые могут образовывать гомологичную пару. Обратите внимание. Вот в этом случае две половые хромосомы сошлись. Они образуют гомологичную пару? Да. Да, вполне. Вот такие хромосомы называются х-хромосомы. Игрек-хромосомы – это хромосомы, которые никогда не образуют гомологичную пару. Такой пол невозможен. Да? Игрек-хромосомы не образуют гомологичную пару. В результате возможны два разных хромосомных состояния. Х-х – это первый пол. И Х-й – это второй. Скажите, если существо пола Х-х создает половые клетки, у него все половые клетки в отношении информации про пол будут одинаковые или разные, у нас существует Х-х. Одинаковые или разные? Все абсолютно одинаковые. Пол Х-х будет называться изогометный. У него все гометы одинаковые. Такой пол Х-х – изогометный. А представитель пола Х-х стал создавать свои гометы, они все одинаковые. Половина на половину. Вот это гетерогометный. Разный гометный. Гетерогометный. Образующий разные гометы. Так вот, у нас с вами, у млекопитающих, у плодов, мушки, трозового, изогометный санк. Если встретил успех с хромосомой, то в этом варианте будет развиваться барышево. Гетерогометный санк. Пацаны. Икс-ыгрик – это формула мужика. У всех ли живых существ так? Нет. Нет. Допустим, у всех птиц и у некоторых рептилий. Ровно на ватт. У китухого будет хромосомная формула – Икс-ыгрик. А у курицы – Икс-ыгрик. Поэтому можно ли назвать Икс-хромосому женской хромосомой? Нет. Только с уточнением. Для человека. Для человека Икс-хромосома реально женская, а Икс-хромосома? Женская. Да, реально мужская. Но Икс-хромосома доминирует. Нет, нет, нет. Икс-хромосома не может доминировать ни над кем. Там просто нет этих программ. А курицы тогда возможно строить два раза в полу. А вот смотрите, откуда. Вот эта зигутка, которая 2х, а вот эта зигутка, которая икс-ыгрик. Вот здесь есть гены. Вот они. Прочтение которых будет приводить к построению рептизмов в полу. Скажите, пожалуйста, в гомогометном или языкометном поле Икс-х все ли варианты алилии будут реализованы? Итак, все алилии будут реализованы у гола и цитрих. Или не все? Паре. Какие конкретно? Кои-доминантные. Это понятно? Угу. Если у нас гомологичная пара, то есть такой пара, всегда признак-то будет такой строится? Доминантный или алилис-сильный? Доминантный. Только доминантный. Хорошо. А теперь, а вот у нас есть одинокая икс-хромонсома вот здесь. А здесь какие варианты признаков будут построены? Только доминантный или все? Все. Все. У нас же партнера нет. Некому заглушить рецессивный признак. Это понятно? Угу. В результате хромосома одна и та же. Но будут ли одинаковые признаки построены из того набора и из такого? Нет. Нет. Здесь у нас полная система прочтения, а здесь система прочтения только доминантная часть. Разница понятна? Да. И этого хватает для того, чтобы дать закладку построения либо в одну сторону, либо в другую сторону. Дифференцировка полу дальше как пойдет? Вся эта система работает на самом деле только в раннем эндриогенезе и достаточно недолго. Зачем нужны эти иксы и иксы? Дело в том, что в ходе эмбриогенеза, эмбриончика, складываются его половые железы. Первоначально они абсолютно одинаковы у самцов и у самок. Вот называется первичная ганата. Вот когда первичная ганата построена, вот тогда читается информация, что в половых хромосомках. И если комбинация иксы, то первичная ганата начинает перестраиваться по пути ведущему к яичнику. А если иксы, она перестраивается по пути ведущему к семенюку. А дальше? А дальше все система включается. Яичник, как орган, будет вырабатывать одни сигнальные вещества, одни гормоны. И под действием этих гормонов будет происходить построение органов, типичных для самки. А семенник, как качество железы, будет выделять другой набор гормонов. И под действием этих гормонов, какие органы будут строиться. Типичные для самки? Типичные для самки. Отлично. А вот теперь смотрим, в каких местах от системы может врать. И к чему приводит в разницу. В первом случае у нас косяки примирились пошли. Ну, поскольку эта пара не гомологична, так, то они особенно любят ошибаться, примерно скажем, в гемеополюции. В результате возникают иногда совершенно фантастические наборы. Ну, 22 пары, они строгие гомолки, они, как правило, переходят нормально. А вот вместо того, чтобы иметь нормальный хромосомный пол, ну, вот у нас один нормальный хромосомный пол, вот другой, да? А известный случай, допустим, вот такие. Или вот такие. Или даже вот такие. А какой это урок будет урок? О, хороший вопрос. Ну, во-первых, в подавляющем большинстве случаев, правда, исключение есть, но очень нет. Так? Скажите, пожалуйста, люди, которым достаиваются такие комбинации, у них дети могут быть или не могут? Нет, не могут быть. Нет, они просто бессловны. В подавляющем большинстве случаев при нарушении комбинации... А что называется уроком? Все люди удают. Комбинации протрепались всю ту часть курса, когда мы с этим делом разгорались. И ваше представление о мутанте, как о страшном мутанте, так и осталось между душами. Нет, здесь был душ, но так даже не страшный. Разумеется, это геномная мутация, это высокий уровень мутирования, перестройки хромосомного набора. Не изменение отдельного гена, а перестройка самого хромосомного набора. Такой уровень мутирования называется геномная мутация. Конечно, это мутанно. Но при этом, а при этом достаточно часто, внешние половые признаки, у них как раз выражено существенно больше, чем у обычного человека. Среди них часто встречаются внешние суперсамцы и суперсамки. Ну, то есть, существует, наверное, волосатый картикообраз, половой член до подбородка, бицепс и вот такие торчат, но абсолютно бесплодные. Либо, наоборот, он существует с крайне подчеркнутыми признаками барышни, опять же, абсолютно бесплодные. Ясно, что в данном случае и чьи бесплодия занятия без перспективных. А если свести там х, х, у и х, у и х, у и у? Дело в том, что внутриклеточные перестановки ничего не тадут. Ведь такое тело должно породить половую клетку. Породить за счет миоза. Скажите, пожалуйста, как это безобразие будет на ее страховать? Вы себе представляете, какие бы половые клетки гомета насочиняется таким образом? Вот эта вероятность 33%, что сойдутся иксы. Да нет, то, что у вас вообще дипоидная гомета может возникнуть. А в результате у вас, что будет трипоидный ребенок, это как эндосперму растения? Мы в эндосперму там реально трипоидная гомета, но мы, знаете, с вами так не рассчитываем. А если будет х, у, х, у, это получается близнецы, да? Нет, никакие не близнецы, это бесплодное расстояние. Это ведь в одной клетке. Берем мы такую клетку, да? Отлично. И эта клетка, это телесная клетка такая, да? В половой же физе будет строить половую клетку, гометку. Строить она будет за счет миоза. Но объясните мне, какие гометы создаст вот такое существо? В бремьезе у вас что с количеством хромосомов произойдет? Уменьшится в два раза. А это значит, в каждую хромосома, в каждую гомету сколько хромосомов появится? Две. Две. Отлично. Берем вот такую, причем не важно какую мы гомету, мы такую гомету взяли, такую. Она гомета, она это сливаться будет. Ну и кто у вас родится? Вот опять ни мышонок, ни легких. Понятно, что мне? КОНЕЦ КОНЕЦ